Здравствуйте! В эфире ДПС на ОТС. Меня зовут Анастасия Бойко и прямо сейчас о главных темах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Житковский на Титова решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но не справился с управлением. Машина врезалась в Ниссан Ваннет. От удара микроавтобус отбросила в женщину, которая пересекала проезжую часть. Дама попала под задние колеса иномарки. Машина протащила ее несколько метров, только затем водителю удалось установить транспорт. Подбежавшие очевидцы помогли приподнять автомобиль и извлечь женщину. Медики попытались реанимировать пострадавшую в течение получаса, однако она скончалась в карете скорой. Добавлю, владельцу микроавтобуса грозит решение свободы на срок до 12 лет. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Дополнительное наказание мужчина может понести за подделку договора купли-продажи. Бланк был полупустым. В нем отсутствовала дата подписания договора. Один человек погиб и восемь оказались в больнице в результате серьезной аварии на трассе К-17Р. Инспекторы рассказали, владелец Хонды Степвагон направлялся из Новосибирска в Карасукс, но, вероятно, уснул. Поэтому машина оказалась на полосе встречного движения, затем выехала в Кювет и перевернулась. Одна из пассажирок, которая находилась в салоне микроавтобуса, скончалась в больнице. Еще восемь человек получили серьезные травмы. Им предстоит длительный курс реабилитации. Пешеход получил смертельные травмы в аварии в Колыванском районе области. Автомобилист на Тойоте Виш ехал в сторону мегаполиса. В темноте мужчина не заметил пешехода, который находился посередине проезжей части. Пьяный парень решил покататься с товарищем на Юпитере, но не смог удержать руль. Мотоцикл врезался в здание. И водители пассажир доставлены в больницу с переломами. Прав на управление двухколесным транспортом у лихача не было. Два человека получили травмы различной степени тяжести в ДТП в Ленинском районе Новосибирска. Лада выезжала с улицы Дукача на Сипсельмашевскую. Водитель не успел среагировать на маневры владельца Тойоты Карины. Автомобили столкнулись. От удара Лада врезалась в КамАЗ, который ехал по встречной полосе. Владелец Рено Логан не заметил, как перед ним притормозил УАЗ, чтобы повернуть налево в сторону Сосновки. В результате столкновения водитель Рено получил закрытую черепно-мозговую травму. Пьяный мотоциклист поехал на планете в сторону поселка Мирный. Водитель не заметил Ниссан Дизель, который двигался во встречном направлении. В результате аварии байкер упал, у него сотрясение головного мозга и перелом руки. Водители-пассажир Део Нексия получили небольшие травмы в массовом ДТП на Бориса Богаткова. Владелец иномарки начал выезжать на встречную полосу, но не успел завершить маневр. Нексия врезалась в Тойоту, Лэнд Крузер, а затем и в Хонду Фит, которая стояла на проезжей части. Ниссан Альмера врезался в Сканию на трассе Р-255 Сибирь. Инспекторы рассказали, опытный автомобилист двигался на легковушке из Кемерово в Новосибирск, но не выдержал безопасный боковой интервал до грузовика. Седан покасательный протаранил фуру с полуприцепом. Водитель Ниссана доставлен в Болису в состоянии травматического шока и с многочисленными переломами. Далее расскажем о машинах, которые угнали в течение прошедших двух суток. И шансы, что их найдут, процентов 90, правда, если вы проявите бдительность. Черную Хонду ЦРВ украли с улицы Шамшурина, 37. По предварительной информации, машину похитили утром. Если вы заметите подобную иномарку, просьба позвонить в дежурную часть. Toyota Land Cruiser 200 похитили с улицы Немировича-Данченко, 148-2. Кража произошла в темное время суток. Цвет корпуса машины черный, а год выпуска – 2008. Subaru Impreza 2002 года выпуска угнали от дома 52 по улице Трикотажная. Цвет иномарки светло-серый. Владельцам авторазборов стоит быть особо бдительными. Москвич 1986 года выпуска угнали с улицы Покрышкина-3. Цвет машины кофейный. Скорее всего, это сделали подростки, так как вскрыть замки на подобных автомобилях несложно. Мы продолжаем выпуск. Жители улицы Большевистская пожаловались на неприятный запах. Говорят, в воздухе присутствуют пары ацетона и другой неизвестной химии. Одна из собственников квартиры в Европейском даже отметила аллергическую реакцию на смрад. Люди обвиняют во всем дорожников. И действительно, запах исходит от дорожной пропитки. Это смесь на основе каменно-угольного пека. Для дорожных работ ПЕД приходится разжигать органическими растворителями, но ацетона в составе нет. Пропитку наносят на проезжую часть для защиты дорожной одежды от постоянной нагрузки. Производитель смеси компания «Сибирские промышленные технологии». Генеральный директор просит новосибирцев не паниковать. Все работы согласованы с Управлением дорожного строительства, а продукция сертифицирована в соответствии с законодательством страны и Таможенного союза. Добавлю, работы на Большевистской завершат в течение двух суток. Просьба отнестись с пониманием. В регионе продолжают ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги». Один из самых значимых объектов сдадут в эксплуатацию с опережением графика на три года. Подрядчик проводит работы за свой счет, а затем правительство компенсирует компании потраченные средства. И уже в октябре 2020 года дорожники намерены завершить работы на трассе вблизи Яркова. Длина участка около 8 километров. Эта магистраль позволяет выехать на Алтайскую трассу, минуя загруженный Новосибирск. Сейчас на дороге всего две полосы, а будет четыре. Между ними появится металлический разделитель. Здесь же построят мост, два путепровода, а для пешеходов оборудуют тротуары. Когда мы введем все три пусковых комплекса, во-первых, мы автомобильную дорогу выведем из режима перегрузок. На ней мы наблюдаем, в частности, после выходных дней, большое скопление автомобильного транспорта. Пятницу это в основном из Новосибирска, суббота-воскресенье в Новосибирск. Тем самым мы разгрузим основную дорогу и местным жителям нашим сократим время в пути. Вот у своих дачных участков кто-то просто едет в Новосибирск. В регионе могут изменить места расположения камер. На участках, где за прошедшие три года снизилась аварийность, предлагают устанавливать муляжи, а настоящие гаджеты перемещать. Причем делать это с интервалом от трех до месяцев до года, чтобы водители не успевали привыкнуть к изменениям и не нарушали правил. Отмечу, внешний вид муляжей предложили усовершенствовать. В них установят датчики и инфракрасный импульс. Таким образом, радар-детектор, установленный в авто, сможет реагировать на обманку и заблаговременно предупреждать водителя о снижении скорости, либо же запрете обгона. С инициативой выступили представители Минтранса, и пока идея на стадии разработки. К другим темам. Правила проведения техосмотра могут снова ужесточить. В машинах начнут проверять наличие кнопки «Эроглонас» и фотографировать это устройство. Поясню, кнопка нужна для оперативной связи с полицией, медиками или спасателями. Она срабатывает в момент аварии и автоматически передает службам данные с ЖПРС трекеров о местонахождении авто. В таком случае к пострадавшим незамедлительно направляют экипажа, либо диспетчер по телефону проконсультирует, что нужно предпринять, чтобы быстрее оформить ДТП должным образом. Добавлю, «Эроглонас» обязательно к установке на всех машинах, которые ввозят в страну, начиная с 2017 года. Сейчас таким гаджетом пользуются больше 4 миллионов автомобилистов. Но закон о техосмотре может вступить в силу только весной 2020 года. Далее о выпуске рубрика «Две беды» — это кадры ДТП, которые попали в объективы видеорегистраторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этом пока все. Если вы стали светелем аварии, присылайте записи с телефонов и видеорегистраторов на почту, а также подписывайтесь на аккаунт программы в Инстаграм. В студии работала Анастасия Бойко. До скорой встречи в ДПС на ОТС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова